Прадед Павла Казицына Иван Толстиков родом из Тульской области. Оттуда же и был призван на Великую Отечественную войну в 1942 году. Служил в 365-й стрелковой дивизии 1-го Белорусского фронта. В 1944 году он был награжден медалью за боевые заслуги и орденом славы третьей степени. В 1945 году был награжден медалью за отвагу. 9 мая 1945 года мой прадед встретил в Германии. Примечательный факт из истории, из жизни моего прадеда. В 1945 году в боях за город Альдам под ураганом огнем противника он заменил вышедшего из строя наводчика. После чего уничтожил две боевые позиции противника, чем обеспечил успешное прохождение пехоты советской армии. Именно за это действие, за этот подвиг он и получил медаль за отвагу. После окончания войны прадед Павла Казицына работал учителем математики в деревне Яблонево Тульской области. История Великой Отечественной войны связана с Павлом Казицыным не только через прадеда. Будучи учеником школы, ему доводилось дважды в составе поискового отряда выезжать на раскопки в Волгоградскую область и город-побратим Берска Белой Тверской области. Те поездки он до сих пор вспоминает с особым волнением. Когда наткнулись на первые останки, это было безумно волнительно. И это очень такой момент трогательный, так скажем, потому что это люди были. Это люди, и мы достаем их кости, складываем по мешкам, чтобы потом отмыть от глины, в которой они пролежали, получается, десятки лет. Это очень переворачивает мышление, очень переворачивает мнение о Великой Отечественной войне в целом. Потому что одно дело смотреть по телевизору, как это было в фильмах, смотреть парад на Красной площади, да, это все классно. Но когда вживую прикоснулся к останкам бойцов, которые воевали, это просто не передать словами. Сколько неизвестных героев той войны были найдены и перезахоронены. По словам Павла Казицына, эти поездки помогли юным школьникам прикоснуться к истории, по-другому взглянуть на весь ужас той страшной войны и понять, что необходимо сохранить память о Великой Отечественной и ее героях на века.